Мы продолжаем читать «Евангелие от Луки». Недавно я прочитал одно высказывание Роберта Рождественского. Он сделал интересное наблюдение, при том, что он не сам, а он подслушал это у грузчиков, доставляющих в квартиры разные тяжести – шкафы, рояли, серванты и так далее. И вот у грузчиков есть такое наблюдение, что у хозяева квартир делится на две категории – на тех, кто кричит «Осторожно, мебель!» и на тех, кто кричит «Осторожно, руки!». И вот это очень интересно, да, то есть вот сразу видно подлинного интеллигентного человека. Это то, что отличает подлинно интеллигентного человека – это любовь. Интеллигентный человек думает в первую очередь о других. «Осторожно, не пораньте руки!» А не о себе или своем. И сегодня мы будем читать про пророчицу Анну, продолжая чтение Евангелия от Луки. И женщина эта, читаем мы, «Служила Господу». И я подумал, что по отношению к Господу люди тоже делятся на две категории. «Господи, осторожно, это моя жизнь» или «Господи, возьми, вот моя жизнь». И между этими двумя подходами великая разница. Одни люди ищут своего комфорта от Бога, другие ищут, если угодно, Божьего комфорта. Давайте прочитаем небольшой фрагмент, буквально из Евангелия от Луки. Он тоже обычно читается на Сретене, но мы досрочно прочитаем его. «Время служить Господу». Тут была также Анна, пророчица, дочь Фануилова от колена Осирова, достигшая глубокой старости, прожив с мужем от девства своего семь лет, вдова лет 84, которая не отходила от храма постом и молитвою, служа Богу день и ночь. И она в то время, подойдя, ославила Господа и говорила о Нем всем, ожидавшим избавления. В Иерусалиме. Итак, здесь четыре замечания о времени служить Господу. На примере святой пророчицы Анны. Время служить Господу, делая честь родне, как бы освящая свое родство. Мы видим, что Анна не просто пророчица, здесь сказано про ее отца, дочь Фануилова, и даже написано, к какому колену она принадлежит. Интересно, что само имя Анна означает благодать, Фануил на нашем языке означает лицо Божие, Асир, это блаженство или богатство. И мы видим, что служение пророчицы Анны каким-то образом, как бы облагораживает вот ее родственников, как бы освящает и их. Потому что, если вы перекопаете всю Библию, и даже все ранние там толкования, вы не найдете ни слова о том, кто такой Фануил. Даже отцы церкви, как бы беспомощно разводят руками и говорят, ну, видимо, ну, как-то знали этого человека, но кто он такой, непонятно. Неизвестно. Фануил вошел в историю как отец Анны. Возможно, когда-то Анну характеризовали как дочь Фануилову, но вот сегодня Анну-пророчицу знают все, потому что каждый год среди не господни, а вот кто такой Фануил, все напрочь забыли. И теперь мы знаем его как отца Анны. И так бывает. Долгое время про моих детей говорили. А, ну, это вот дочь или сын там Павла Бегича. Но проходят годы, и уже я в определенных кругах известен, как отец Насти, Леши или той же Анны, или друг такого-то. Да и колено Осирова незнаменито. Вот если вы, на вскидку, попытаетесь вспомнить еще какого-нибудь известного библейского персонажа из колена Осирова, вы тоже не вспомните. Потому что Осир, вот он не первый и не последний, он восьмой из двенадцати. Восьмой по счету сын патриарха еврейского народа Иакова. При том, что он родился даже не от жены, а от служанки, от служанки нелюбимой жены Лии. И когда давал отец его благословение всем своим сыновьям, про колено Осирова сказано, для Осира слишком тучен хлеб его, и он будет доставлять царские яства. То есть, он будет официантом, он будет вечно на вторых ролях. То есть, у него не будет большого богатства, хотя удел колена Осирова на самом севере Израиля. Но это не будет большое и знаменитое колено. И, пожалуй, единственное, кого мы знаем в Библии вот из колена Осирова, это вот Анна, пророчица. И знаете почему? Потому что Бог говорит, благословляю до тысячи родов любящих его. Мы видим, что верностью одной женщины освещается все ее родство. И теперь мы знаем и вспомним о том, кто такой Фануэл, кто такой Асир, чем они знамениты. Знаете, на каждом из нас лежит ответственность вот приносить благословение в жизнь своего родства. Родители ответственны за благословение своих детей. Дети, как мы видим, тоже ответственны за благословение своих родителей. Нельзя, чтобы кто-то из нас стал слабым звеном в этой родственной цепи. Нельзя, чтобы хоть кто-то принес сюда проклятие. За этим нужно очень тщательно следить. Второй урок, который мы видим у Анны Пророчицы. Время служить Господу в радости и горе. Мы видим, что пророчествует там старец Симеон, пророчествует Богородица. Она и замужняя женщина, и дева. И, конечно, здесь пророчествует и вдова, чтобы никакое звание или пол не остались в стороне от пророчества. Мы видим, что Анна, почтенная в своем вдовстве, в своих нравах, достойна объявить всем о пришествии Спасителя. И вот она прожила с мужем от девства своего 7 лет, вдова лет 84. Замуж выдавали рано, лет в 15-16, но пусть даже она вышла замуж в 17. Тогда с мужем она прожила 7 лет, а без мужа 60. И возникает вопрос, почему не вышла замуж второй раз? Возможно, очень любила мужа своего. Возможно, просто решила, что хватит уже земных наслаждений, земного счастья. Послужила Господу в счастье, послужу и в одиночестве. Бывает так, что у людей какое-то горе перечеркивает всю их жизнь. Они ломаются и уже не могут служить Богу. Но она пророчица, и к пророческому служению Бог призывал с юности, а нередко и от утробы матери. И она понимала, что ее призвание не зависит от статуса, брачного статуса. Пророчица и когда мужняя жена, и когда вдова, и в радости за мужество, и в черном горе вдовства. Ну, конечно, можно предположить и обратное, что замуж выдали ее насильно, за нелюбимого. Семь лет она страдала, а потом как-то так было ей хорошо, что уже и не выходила замуж. Но, конечно, вряд ли так. Эта ситуация, знаете, скорее из нашего времени, и наш такой извращенный ум может только такую ситуацию придумать. Потому что для древних людей брак – это было благословение. А такое понятие, как несчастливая семья, это скорее порождение нового времени, когда, как ни странно, претерпело изменение само понятие любви. И вот интересно, что сейчас вот в Фейсбуке там много цитируют разные либеральные христиане некоего священника, который пишет, измены – это хорошо, а верность – это плохо. Потому что главное – это любовь. Конечно, человек этот совершенно не священник, ведьма уже никакой, потому что непонятно, каким образом он может оставаться священником говорить нечто прямо противоположное заповеди Господней. Но количество лайков и репостов показывает, что что-то сломалось с пониманием любви. Потому что в подлинно христианском понимании любовь – это забота о благе ближнего. и по самой меньшей мере это означает, что когда ты любишь, ты не хочешь причинять страданий невинным людям, особенно тем, которые от тебя зависят, тем, которые тебе доверились. То есть, любовь – это когда ты смотришь на ближнего. А в современном понимании любовь – это внутреннее переживание человека. И многие хорошие писатели, к сожалению, внесли свою лепту в это извращенное понимание любви. То есть, в современном понимании любовь – это что-то мое внутреннее, а другие люди – это средство, чтобы во мне это теплое переживание вызвать. Если я что-то хорошее переживаю, это хорошо, а что по этому поводу переживают другие – не так важно. И когда люди слышат, что в христианстве главная это любовь, они понимают это в своем смысле, что мои теплые переживания они превыше всего. Но это недоразумение. Любовь в библейском смысле очень мало имеет отношения к теплым внутренним переживаниям. Она всегда про другого. И вот поэтому, когда мы говорим о любви к Господу, это проявляется особо ярко, потому что для многих любовь к Господу это про меня. Вот я люблю Господа, Господь, или там любовь Божья излилась в сердца наши, да, там читаем мы. Любовь Христова объемлет нас. Часто мы так вот понимаем этот текст, как будто бы вот Христос излил на нас какое-то теплое чувство, и мы как-то все махвачены, и нам хорошо. А на деле это одно из страшных разочарований любого студента семинарии, который изучает древнегреческий язык, узнать, что в этой фразе родительный объектный падеж. Нас объемлет не любовь, которую Христос испытывает к нам, а любовь, которую мы испытываем к Христу. Для многих любовь к Господу это мое чувство теплоты, комфорта, кайфа, и Господь нужен, чтобы этот кайф вызвать. То есть это про меня. Описание говорит, что нет, это про него. Это не про нас, а не про него. Не про нас, а про него. То есть это любовь к Господу. Поэтому служить ему нужно никогда нам приятно и хорошо, а всегда, независимо от нашего состояния. Но разумеется, если любишь. И вот здесь как бы третий урок. Время служить Господу непрерывно, которое не отходило от храма, постом и молитвы, служа Богу день и ночь. Возраст ее 84 года, это семь раз по 12 две такие священные два священных числа для евреев. 12 первые лет жизни пришлось видимо на детство, из вторых 12 лет 5 лет отрочества, 7 лет замужества, а дальше 5 раз по 12 лет одиночества, но при этом она непрестанно не отходила от храма. мы читаем. Иосиф Флавий упоминает, что при храме были здания, предназначенные для предавших себя благочестию женщин и девиц. Конечно, Анна знала и Богородицу Деву Марию, потому что и Дева Мария жила с самого своего детства при храме, ткала вот эту ткань для святого святых, и скорее всего они были знакомы. И вот Анна вела жизнь праведницы, не отходя от храма. Понятно, что не в самом храмовом помещении, а где-то в подсобных помещениях при храме жила она, но она не отходила от храма, не уезжала в отпуск, не путешествовала, а постом и молитвой служила Богу день и ночь. Молитва и пост с самых ранних времен были тесно связаны между собою. В священном писании упоминаются часто вместе. Доброе дело молитва с постом, читаем мы в книге Товии. И пророчица Анна служила постом и молитвой Богу день и ночь. Видимо, больше ничего она делать не могла, может быть, была уже слаба глазами, не могла ткать, может быть, уже и руки тряслись, 84 года, может быть, что-то уже как-то разладилось в организме настолько, что не могла совершать никакую другую работу, но служила Богу вот чем могла, постом и молитвой. И вот эта древняя христианская практика поста и молитвы, она действительно освящена вот примером многих праведников. Вот в западном таком каноническом праве предписано каждому христианину воздерживаться от мяса по пятницам, а древние христиане молились в среду и пости молились и постились особо в среду и пятницу, то есть был и качественный и количественный пост и кроме больших постов великого поста и других постов, которые церковь договорилась содержать. И вот здесь очень часто мы думаем ну такое простое служение, а тем не менее ему Господь придает большое значение и отцы церкви очень далеки от того, чтобы там каким-то образом пренебрегать этим. Спросили у старца как можно обрести Бога? Он ответил путем поста, бдений, трудов, милосердия, но прежде всех этих дел умением различать. Говорю, что многие терзают плоть свою без развлечения и уходят в пустыню не накопив ничего. Рот наш провонял от поста, писание мы знаем на память, прочли всего Давида, то есть псалтирь, и не имеем того, что ищет Бог, то есть любви и смирения. Конечно, не сам по себе пост и молитва важен, а в сочетании с любовью и смирением. Мы постимся не потому, чтобы сказать, вот мы крутые, а потому, что мы любим Господа и служим Господу этим. Четвертый пример, четвертый урок. Время служить Господу вместе. Она в то время подойдя славила Господа. Меня вот в этой фразе умиляет слово подойдя. Зачем она подошла? Могла бы и в сторонке постоять, потому что старики неохотно идут к молодежи, где уж этой молодежи понять наши чувства, где же им нашему опыту набраться. Анна судя по всему родилась в 90-е годы первого века до нашей эры. То есть она застала Хасманеев, великих царей Израиля, потомков Маковеев. На ее памяти совершилось в 63-м году до нашей эры покорение и взятие Иерусалима римским воинам Помпеем. Она застала ожесточенную борьбу между хасманейскими братьями Арестовулом и Герканом. И эта борьба подорвала нравственные силы народа и содействовала захвату престола Давидова хитрым и думеянином Иродом. На ее глазах воцарился Ирод жестокий, вошедший в историю как великий, но лишь из-за величины своих преступлений. И все царствование Ирода с его ужасами и кровопролитиями происходило на ее глазах. Она пережила войны, голод, взлеты и падения, смену правителей, надежды на величие Израиля и крахи этих надежд. У нее был огромный опыт. И что может сказать вот эта девочка, держащая на руках младенца? А этот Иосиф, который даже не муж ей по-настоящему, могла бы рассуждать, Анна, вот у меня был муж, но он умер, но я-то вот замуж не вышла, а этот вдовец туда же не мог видите ли служить Господу, не мог отказаться, пусть и конечно взял юную девушку на воспитание, но мог бы его идти отказаться и служил бы Господу как вдовец. Ну а младенец, чудесный богомладенец, а почему собственно он родился так поздно? Жить-то мне осталось всего ничего, неужели нельзя было раньше? Почему все хорошее случается под конец жизни? Почему вся жизнь прошла в каких-то невероятных потрясениях, в каких-то невероятных политических потрясениях? Правда, первый век до нашей эры в Иерусалиме жить это ну никому, ну врагу не пожелаешь. И вот тебе на, пожалуйста, рождается Мессия под самый занавес. Можно было много вредничать. Старики любят вредничать. Я люблю вредничать. Мы понимаем, почему люди вокруг нас недостойны. Но Анна была не такая. Она не вредничала. Она подошла и славила Господа вместе с ними. И это урок для нас. перестаньте вредничать, глядя на других людей, вспоминая свои заслуги, ропща на Бога, что жизнь сложилась как-то не так, как могла бы сложиться, а можно было бы, наверное, и лучше. Да нет. Может быть, могло бы быть и хуже. Так или иначе, нужно славить Господа и служить вместе. Вместе с другими. Кто-то моложе, у кого-то более завидная судьба, у кого-то лучше здоровье, у кого-то лучше материальное положение. Не надо роптать и завидовать, а служите Господу вместе. Ну и последнее, пятое. Время служить Господу осмотрительно. Говорило о нем всем ожидавшим избавления в Иерусалиме. У нее было несколько знакомых в городе, которые чаяли утешение Израилева, то есть ожидали избавления в Иерусалиме. И она с радостью им рассказывала, что родился желанный Мессия, что она его видела в храме. Каждому человеку рассказать было нельзя. Бог сам не без разбора сообщал эту тайну в сие время, потому что если бы не осторожно всем об этом было бы рассказать, то это могло повлечь слишком раннее гонение против Бога Младенца. Люди, которые знали тайну рождения Мессии, были либо вовсе неизвестные пастухи, или совершенно известные, но иностранцы, как волхвы, либо вот люди благоговейные, которые понимали, что благая весть это большая ценность. И Евангелие нужно проповедовать осмотрительно. Да, оно возвещается всем, но если кто-то не хочет слушать, Господь повелевает отрести прах от ног и идти дальше к тем, кто достоин, кто хочет слушать. Апостол Павел пишет Тимофею, что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить. Время служить Господу осмотрительно, потому что ранняя церковь это не церковь такая открытая и инклюзивная, которая принимает всех безусловий. Мы читаем в деяниях из посторонних никто не смел пристать к ним, потому что страх был на каждой душе. Страшно, потому что это сообщество в первую очередь святых людей. Это узкий путь и тесные врата. Поэтому время служить Господу в страхе и трепете осмотрительно, рассказывая всем, быть готовым поделиться Евангелием со всеми, но не метать бисера перед свиньями, перед теми, кто не хочет слушать или там годами вредничает и говорит, ну я еще там подумаю. Ну хорошо, думай. Ты знаешь все, все тебе открыто. Но тратить на тебя время мы больше не станем. Это интересный момент. Потому что идти нужно к тем, кто хочет слушать. Христос говорит, не успеете обойти городов Израилевых, как придет Сын Человеческий. Господь здесь, конечно, шутит, это сарказм. То есть, если вы будете бесконечно тратить время на тех, кто не хочет слушать или недостоин, то Господь придет, а вы все еще даже в Израиль не обошли, а вам нужно обойти всю Вселенную. Но, конечно, все это венчает один простой призыв. Время служить Господу. Даже если тебе 84 года, в жизни твоей было много горя и страданий, даже если ничего уже не осталось, кроме поста и молитвы, время служить Господу. Об этом мы с вами будем и молиться, и да благословит нас в этом Господь. Аминь. И с с с с с Продолжение следует...